Всем привет! Я видел абсолютно все ваши комментарии, которые вы оставляли под прошлым выпуском с интересными фактами про Стефана Карри, где вы просили меня сделать следующий видос подобного плана про Коби Брайанта. Но проблема состоит в том, что, во-первых, видео, связанных с Коби, за последнее время выходило достаточно много, и, во-вторых, я бы, если честно, не очень хотел копаться в каких-то грязных историях, связанных с Мамбой. Именно поэтому я очень надеюсь, что вы мне простите самолично сделанную замену, поменяв, в общем-то, его персону на Шакила Нила. К тому же, выпусков про него у нас выходило не так уж и много. В комментариях прямо сейчас вы уже можете писать, про кого мне стоит делать следующий видос с малоизвестными интересными фактами. Ну и, в общем-то, давайте начинать. Как и в прошлых выпусках, для начала давайте коротко пробежимся по профайлу фактов о Шакиле Ниле, которые, возможно, будут некоторым из вас известны, но, на мой взгляд, без них было бы просто преступлением выпускать данный ролик. Имя Шакил Рашон О'Нил было дано герою сегодняшнего выпуска по двум причинам. Первое. Мама Шака была очень религиозным человеком. И второе. Как рассказала она сама, в те годы было достаточно модно давать детям уникальные имена, наполненные неким сакральным смыслом, подчеркивающим, прежде всего, особенность чада. Так вот, мама Шака открыла книжку с исламскими именами, нашла там имя Шакил, что обозначает маленький, далее нашла Рашон, что переводится как «Воин соединило все это», и так появился Шакил Рашон О'Нил, то есть «Маленький воин О'Нил». Шак узнал о том, что он особенный в собственной семье совершенно случайно. Однажды, задумавшись над вопросом, почему у него фамилия О'Нил, а у его брата Джамала и сестер Латифы и Аиши Хэррисон, маме Дизеля пришлось рассказать сыну правду, что Фил Хэррисон для него не родной отец, а отчим, а настоящий папашка бросил их еще в детстве и теперь живет где-то в бараке, страдая от наркозависимости. Кстати, в будущем он еще о себе заявит, когда Шак уже станет суперпопулярным, но это не тема сегодняшнего ролика. «Рыбы, которые спасли Питтсбург» — это тот самый фильм, который, возможно, изменил жизнь Шака на четкие до и после. О'Нил обожал это кино в детстве, восторгаясь в нем в основном игрой Джулиуса Ирвинга. Однажды это заметил и папа Шакила, пообещав тому, что если он перейдет в следующий класс и перестанет валять дурака в школе, то тот отведет его на настоящий матч Джулиуса. Шак подрубил все свои извилины, на максимум закончил класс, не с пятерками, а стройками, правда, но все-таки перебрался на следующий этап в учебе. И, в общем-то, папа исполнил свое обещание — отвел-таки сына в Мэдисон Сквер Гарден на поединок с участием доктора Джея. На том самом матче после увиденного вживую Данка от Ирвинга и рева толпы Шак сказал папе «Сэр, я знаю, кем хочу стать в будущем». Шак был настолько крупным в детстве, что однажды его маме пришлось надрать задницу водителю автобуса. Так как проезд был бесплатным для детей до 5 лет, а Шак в 3 года ростом был больше, чем многие в 6 или в 7, его частенько принимали либо за отсталого дурачка, что, кстати, не стеснялись озвучивать, либо за обманщика вместе с мамой, что вынудило однажды маму кардинально решить вопрос кулаками с подобным хамом. И хамом этим оказался как раз-таки водитель автобуса. Да, бывает и такое. В 13 лет семья у Нил Хэррисон переезжает в маленький военный городок Вильфлекен в Германии. По словам Дизеля, делать там было настолько нехрен, что он часами проводил время в зале, которым заведовал его отец. И вот однажды папа разбудил Шак и показал тому газету, в которой было написано «Тренер университета ЛСЮ приезжает в Вильфлекен с мастер-классом для военных». Это был шанс. Шанс проявить себя перед одним из лучших тренеров в стране. Но была одна маленькая проблемка. Шакил был громилой, не умеющий толком вообще играть в баскетбол. И к тому же был слишком молод. Ему было 13. Так как же тогда произвести впечатление на тренера, спросите вы? Унил решил поступить следующим образом. Выучить парочку заумных словечек, главным из которых была оконечность. И с этим набором навыков, в общем-то, взять и подкатить к коучу. После мастер-класса Дейла Брауна кто-то постучал по плечу и спросил «Тренер Браун, я хочу в команду, но я не умею забивать сверху. Мои нижние оконечности слишком слабые. Можете мне показать пару упражнений, чтобы это исправить?» Браун ответил «Да, я вышлю тебе программу, как только вернусь домой». А потом он спросил Шака «Парень, а ты давно здесь служишь?» На что Шак ответил «Сэр, ты вообще-то мне только 13». Это знакомство в Германии с Дейлом гораздо позднее определит судьбу О'Нила с поступлением именно в университет Луитианы, где Дейл Браун станет его полноценным наставником и Шак наконец-таки исполнит мечту, попав в большую баскетбольную команду. Ну и финальное шестое. Шакил Анил, несмотря на блестяще проведенный второй год в университете, вместо того, чтобы отправиться прямиком после него на драфт, высокий выбор, на котором ему пророчили буквально все аналитики, неожиданно берет и отказывается от этого. Но почему? Весь вопрос скрылся в строгом бате, э.к. сержанте Харрисоне и маме, которые однажды сказали Шаку Шак, конечно же, был не в восторге от таких новостей, ведь он хотел поскорее стать профессионалом, однако и здесь у мамы О'Нила нашлась уловка. Окей, раз ты так хочешь в NBA, возьми отцовскую чековую книжку и наведи там порядок. О'Нил, конечно же, не знал, как этого сделать, после чего к нему пришло осознание, что он еще не готов к большим деньгам от лиги и стоило бы лучше подготовиться к тому моменту, когда они на него свалятся. Правда, впоследствии, когда доминирование Шака в NCAA станет поистине неостановимым без фаллов и каждый матч для него превращался в настоящее избиение, что Шак до сих пор называет выражением респекта, в ситуацию вмешивается Дэйл Браун. Драка против Карла Грувза показала, что такими темпами Громила может просто не дотянуть до момента драфта, будучи непокалеченным, и только этот факт, озвученный публично, смог переубедить родителей нашего героя отпустить его в лучшую Лигу Мира и не продолжать обучение. Я хочу порекомендовать родителям Шака отправить его в NBA. Я не могу смотреть на то, как этот парень калечится из-за моих амбиций побеждать. Если уж и страдать, и терпеть намеренные фалы, то хотя бы не забесплатно. Правда, здесь было одно очень важное условие. Шак пообещал родителям, что как только он карьеру свою завершит, диплом у него все-таки будет. Ох, да. Сколько было слов сказано на этот счет. Сколько мемов сделано. Сколько сравнений, разоблачений. И самое забавное, что так никто до сих пор и не смог найти точного ответа на вопрос, почему же Шак бросал с таким ужасающим процентом с линии половину своей карьеры. К слову, сам О'Нил причиной называл божественное вмешательство. Теория заключается в том, что это был способ держать меня в смирении. Серьезно. Потому что то, как я играл, то, как я уделывал всех вокруг, то, как делал себя и других лучше, это же безумие. Но представьте, если бы я еще и 90% клал с линии, я был бы высокомерен. Я был бы настолько высокомерен, что вам бы не понравился. Так что это был просто его способ сказать мне, «Эй, приятель, ты такой же, как и все, как и все остальные, поэтому не зазнавайся». Ну а если серьезно, то еще в 96-м году Лос-Анджелес Таймс опубликовали свое расследование, в котором они выяснили, примерно в 11 лет Шакил Анил упал с дерева, сломав себе оба запястья. И так уж вышло, что на правой руке оно срослось неправильно, вследствие чего его кисть банально не могла принимать обычную бросковую форму. Об этом же говорил и Дэл Хэррис, будучи наставником Дизеля в Лейкерс. Так что теория больших ладоней наконец-таки, на мой взгляд, должна уйти в прошлое. Ведь существует куча современных игроков, у кого лапа ничуть не меньше шаковской, а то и больше. Но это никак не мешает им с куда более высокой точностью поражать кольцо с линии. Шак гений маркетинга. На его счету десятки, сотни, тысячи рекламных компаний, в каждой из которых он не только органично выглядел, но и успешно продавал продукты совершенно различных брендов. Начиная от тестов для беременных. Здесь хотелось бы сделать одну важную пометку. Тесты для беременных. Шакил Анил никогда не рекламировал, никогда не продавал, и их лицом, в общем-то, никогда не был. Этот факт является фейком, о чем он сам рассказывал в одной из передач на телеканале ESPN. И заканчивая банковскими приложениями. Вот только маленький список продаваемых им продуктов. Но чего вы точно не знали, так это что у Шака есть собственный бренд под названием «Давайте все вместе». Шак. Ну, кто ожидал другого названия? Я лично нет. И знаете, что под этим брендом выпускается? Контейнеры, вафельницы, грильницы и венец творения Большого Аристотеля — яйцеварка. Здорово, Америка! Вам это понравится? Почему так трудно варить яйца? Они то переварены, то недоварены, а то и вовсе трескаются в воде. Но теперь вы можете приготовить идеальные яйца в Eggmaker от Шака. Ты видишь имя Шака? Ты знаешь, что это качество. Если честно, я не представляю, как я раньше жил вообще без этой яйцеварки, поэтому, мне кажется, ее стоит заказать. И, кстати, давайте поступим с вами так. Набираем 15 тысяч лайков под этим видосом, и я ее себе заказываю. Мы делаем обзор на эту яйцеварку, и потом среди вас я ее еще и разыграю. Ну, потому что согласитесь, разыгрывать здесь, в выпуске про Шака, какие-нибудь кроссовки было бы глупо, а вот яйцеварка — это то, что нам необходимо. Поэтому, если хотите увидеть подобное, 15 тысяч лайков, и мы это сделаем. А пока давайте продолжать. Не отходя от темы товаров, отдельного разговора, я считаю, заслуживают и кроссовки. На заре своей спортивной карьеры в Лиге О'Нил был счастливым амбассадором компании Рибок, с контрактом, рассчитанным на 5 лет и стоимостью чуть более 40 миллионов долларов. Казалось бы, все просто потрясающе. Лига платит бабки, Рибок платит бабки. Да, шаковские кроссовки, может быть, и выглядели как-то странно, и были не супер популярными, но благодаря эксцентричной персоне Шакила О'Нила продавались они огромными партями и еще по 300 долларов за пару. Однако всей этой идеальной системе в один момент приходит конец. Короче, после тренировки я выхожу с арены, и какая-то женщина кричит мне, какого хера вы заставляете детей платить такую высокую цену за свои кроссовки? У меня была пара тысяч баксов в кармане, и я протянул ей и говорю, мэм, это не я устанавливаю цену. Она хлопнула мне по руке с деньгами и сказала, почему бы вам засранцем не сделать обувь по более доступной цене? И знаешь что? Я задумался об этом, и ведь она была права. Поэтому в тот же день я разорвал контракт с Рибок и организовал свой собственный бренд. Но как ты разорвал контракт? Я просто сказал, оставьте все деньги себе. Мне не нужны конфликты, и я буду продолжать играть в ваших кроссовках в течение сезона, но я буду развивать свой собственный бренд. Чуть позже я пришел в свой любимый Уолмарт и заключил с ними соглашение. Главное условие было такое, кроссовки должны стоить 29 долларов и точка. С тех пор мы продали их более 400 миллионов пар. Калькулятор, если честно, затрудняется посчитать, сколько это выручки, но сумма действительно фантастическая. Она будет на вашем экране. И кстати, надо выразить Биг Дизелю респект за этот поступок, ведь благодаря ему кроссовки для детей стали действительно более доступными, да еще и часть из заработанных денег Шаг отдал на благотворительность. Красавец! В недавнем выпуске про правила в NBA мы уже касались официального запрета на ломание щитов и колец во время данков. И Шаг, как вам известно, был главной фигурой, из-за которой до сих пор Лига обязует все команды иметь на арене по два запасных щита со стойками и усиленными пневматическими упорами. Однако это не самое главное. Знаете ли вы, сколько всего Шаг Атак поломал баскетбольных колец за всю свою карьеру? Два? Четыре? Окей, может быть, шесть? Нет. Как утверждает бывшая звезда Лейкерс, их было целых девятнадцать. Уверен, многие даже вот эту вот фотографию видели, где Аристотель стоит на фоне дерева из колец и по его утверждениям создано оно было как раз-таки из всех колечек, которые он сломал. Угу. Правда, истина заключается в том, что это все фейк. На самом деле данный монумент называется Оранжевое дерево и создал его Александр Ареши. А вот принимал ли какое-либо участие в его создании Шаг, ну, кроме публикации фотографий в своих социальных сетях, до сих пор остается большущей загадкой. Но Щитов Дизель и правда наколошматил порядочно. Правда, вот сколько их было, знает только он. А он нам, правда, не рассказывает. В начале выпуска мы с вами коснулись темы обучения у Нила в университете и того, как серьезно к этому относились его родители. Кстати, после завершения карьеры в NBA наш сегодняшний герой не только получил докторскую степень, как и обещал своей маме, но и работал в 11 полицейских участках на должностях заместителя шерифа, маршала США и детектива. Здоров, я детектив Шакила Нил из полицейского управления. Знаешь, почему я ношу этот значок? Он сделал меня тем, кто я есть. Но к чему все это? Пройдя такой долгий и тернистый путь по части обучения, у Нил извлек из всего этого массу полезных уроков, главный из которых звучит так «Образование превыше всего». Именно поэтому своим семерым детям он сказал следующее. У ваших детей есть талант. Один из них играет в летней лиге, другой в колледже, а ваша дочь просто одержима баскетболом. Какой вы можете дать им совет? Я постоянно говорю им, кем они не должны стать и показываю своим примером, кем стать можно. Они знают, что у них есть дом, куда они всегда могут прийти, но вот заполучить им мои деньги будет непросто. Хотите мои деньги? Принесите мне два диплома о высшем образовании. Так что я просто поддерживаю в них мотивацию, стараясь сделать их счастливыми. Как я им постоянно говорю, нам не нужен еще один игрок НБА в доме. Не, если хотите, я могу вам туда помочь попасть, но я бы предпочел, чтобы они стали дантистами, хирургами, инвесторами или врачами. В 1982 году семья Шакила Унила переезжает в Хэнсвилль, штат Джорджия, и из рассказов самого Дизеля становится ясно. Это был город, в котором он никогда не видел ранее столько белых. Проблемы на почве расизма, как вы понимаете, не заставили себя долго ждать. В первый же день один из одноклассников выкрикивает Шаку «Че как, черномазый?» Унил, будучи парнем, привыкшим к суровой жизни и извечным насмешкам над собой, мгновенно отвечает «В три за школой мудила, я из тебя дух выбью!» Та драка заканчивается уверенной победой нашего героя, но героического в этом не было ничего. От ударов громилы обидчик Шака впадает в эпилептический припадок, и только чудесная случайность в виде прохожего, вставившего ручку в зубы пацана, смогла спасти жизнь и обидчику Шака, и непосредственно Шакилу самому, потому что если бы парень скончался, то мы бы с вами сейчас не разговаривали о Шаке, его просто бы посадили, и через сколько бы он там вышел, никто не знает. Этот инцидент заставил у Нила радикально пересмотреть свое поведение, перестать решать любые вопросы и нападки на себя силой, стараться отшучиваться в тот момент, когда его оскорбляли, и стараться задумываться о своем будущем каждый раз, когда у него появлялось желание надрать кому-то задницу. Впоследствии это трансформировало некогда забитого и неуверенного в себе мальчонку, пусть и очень большого, в добродушного, веселого и бесконечно энергичного парня по имени Шакил О'Нил. Да, он гораздо позже и дрался в лиге, и был рестлером, и был боксером, и даже был ММАшником, но все это оставалось в рамках правил и в рамках законов, которые теперь Шакил О'Нил, между прочим, защищает самолично в качестве полицейского. Но существует и еще одна история, которая однажды чуть не отняла у мира баскетбола Шака. На заре своей карьеры Шакил был не только успешным баскетболистом, но и не менее успешным рэпером. И вот однажды его влияние в рэп-индустрии стало настолько велико, что дело дошло до фита с Notorious B.I.G. Вообще, надо отметить, что первое знакомство двух этих громил началось с того, что еще в 94-м году Бигги выпускает сингл Game of the Loot, где делает нехилую такую отсылочку на нашего сегодняшнего героя. Услышав это, Дизель мгновенно становится фанатом Notorious и параллельно с этим выходит с ним на прямой контакт, дабы предложить не только лично встретиться, но и записать совместную работу. Что неудивительно, Бигги не отказывает Аристотелю, и по итогу 20 октября 96-го года на свет появляется трек Steel Can't Stop The Rain, который был тепло принят фанатами и Бигги, и Онила, соответственно. Однако на этом история только начинается. В 97-м Шак должен был вместе с Notorious присутствовать на вечеринке в честь вручения премии Soul Train Awards. Я был в своей квартире, на мне был классный белый костюм, белая шляпа и все такое, и я собирался туда пойти, это правда, но потом в какой-то момент я просто решил прилечь на кровать на пару минут. И вы знаете, я заснул, я проснулся около 4-х часов от звонка своей матери. Она спросила, ты пошел на эту вечеринку? Я такой, нет, о чем ты говоришь? А она говорит, знаешь, что твоего друга застрелили? А я такой, что? Тогда я положил трубку, позвонил нескольким своим знакомым и они рассказали мне, что в итоге случилось. Да, вы все правильно поняли, в машине, в которой расстреляли Нотариуса с высокой долей вероятности должен был находиться и шаг, но его желание в какой-то момент вздремнуть и отдохнуть уберегло, получается, его, если уж и не от верной смерти, то как минимум от попадания в очень неприятную ситуацию, о которой до сих пор, между прочим, у Нил старается особо не вспоминать. Я надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравился. И да, к сожалению, все факты малоизвестные про шаги Ла Нила уместить в один видеоролик у меня не получилось, потому что их существует такое огромное количество, что, ну, можно было смело бы часовой видос, наверное, делать только с фактами, без истории про шаги Ла Нила. Поэтому давайте поступим с вами опять же таким образом. Если хотите увидеть вторую часть совместно с обзором на яйцеварку от шаги Ла Нила, 15 тысяч лайков и она появляется на канале. Не знаю, правда, в каком виде, отдельно это друг от друга или все в одном выпуске, наверное, в одном будет уместно это сделать, но мы это сделаем. Не забывайте смотреть другие, наверное, они будут тут, видеоролики с малоизвестными фактами про игроков NBA. И также не забывайте ставить большой палец вверх, если видос вам понравился, писать в комментариях, кто будет следующим в видосах подобного плана, подписываться обязательно на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Увидимся и услышимся с вами как всегда совсем скоро и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok